Всем привет, друзья! С вами Белый Копатель, и сегодня у нас будет заключительная серия четвертого сезона наших больших приключений кладоискателей. Но не переживайте, пятый сезон отснят, и в следующую субботу уже начинается пятый сезон. Ну а пока, приятного вам просмотра! Смотрим заключительную серию. Лезем на чердак. Мы здесь еще не были на чердаке. Посмотрим. Да подожди ты! Да, готов! Ключ на 32. А где он? Где он? Ахахаха! Готов! Лезу! Так, бутылки и всякая хрень. Что за ее? Да, вовремя. Всем привет! Я на чердаке. Так... Валентин, наверное. Так... Короче, тут получается... Сейчас, что-нибудь... Что-нибудь тут кирпичи от этой... От печки. Какая? Какая? Серега, ты там где? Не под дыркой? Не под дыркой? Под дыркой. А, ну ладно, я тогда в другую сторону. Я виллу нашел. Батьку привезем еще одни. Давай. Он это дело любит. Да. Слушай, там в углу сундук. Чемодан. Открывай. Слушай, а я прям над терраской не провалюсь. Ну, ты видела тогда. Не, я думал, не провалюсь. Он далеко. Здесь? Подожди, я пошел уже. Давай. Тут, в принципе, я над бревном иду. Если что, на бревно сяду просто. Она как-то поднимается, но она так сильно. Да, я чувствую, не так сильно играет. Давай. Чемодан. 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 Да, Серег, там пусто. Чемодан такой прикольный. Но в нем это, пусто. А так классный. Чемодан. Так, что тут еще есть? Тоже обувь. Вот. Так. Обувь, обувь. Вроде ничего интересного. Не видно. Не видно. Да. Что есть? Лом. А, лом я видел, да. Лом. Лом я видел. Так, хорошо, слезаю. Так. Я слезаю. Только не знаю как. Где мне там опору найти? Подсказывай. Так. Ниже, ниже. Еще чуть. Еще ниже. Еще ниже. Вот, все. Ага. Все, да, все. Все, все, все. Все, все, все. Так. Теперь монеты. Так, ага, сейчас виллу, чтобы не забыть. Смотри. А. Смотри, что диван был, видать, кто-то его стрелил. Утащили. Да, и вот смотри, я просто смотри, видишь, монетник. Понимаешь, что уже по виду. А, две. Да. Шапки. Так. Подожди. По-моему, две копейки уже отсюда. Две копейки, да? Две копейки. Какого года? 85-й. Ага. Ну, берега. И тоже, наверное, такая хозяйка. А, вон еще. А, да, точно. 10 копеек, 83-й. 80-й. Салов, все. А дальше, как и приходится. А сколько хватит? Давай. Проходи. Сейчас. Все, друзья. Покидаем это место. Я вот так вот. Человек-утюг и человек-вилла. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Колокольцы жмите, чтобы не пропустить следующую серию. Да. Если не поставите лайк, к вам придет человек-вилла. А если не подпишитесь, то, возможно, даже человек-утюг. Супермены. Все. Вперед. Уже поздно. Мы неисправимые романтики. Нам интересно все подряд. И без того, чтобы лазеть в экранчике, мы идем отыскивать клад. Клад это ржавый предмет? Нет. Клад это старый мопед? Нет. Выловит пара монет? Я рад. Только это вовсе не клад. Да, мы можем в лесу заблудиться, местных жителей веселят. Можем даже в болото свалиться, но мы упрямо ищем клад. Мы неисправимые романтики. Нам интересно все подряд. И без того, чтобы зарабатывать фантики, мы идем отыскивать клад. Что это такое настоящий клад? Что это такое настоящий клад? Что это такое? Клад. Те бестелушки, что мы находим, может чего-то там и хранят? Можешь общение на природе, это для нас настоящий клад Клад это медный браслет? Нет Клад это порванный гет? Нет Вместе пройти миллион преград, это и есть настоящий клад Что это такое настоящий клад? Преодолеть миллион преград Что это такое настоящий клад? Если без денег ты богат Что это такое настоящий клад? Если друзьям всегда ты рад Это и есть настоящий клад, это и есть настоящий клад. Вот это пивовариха, это пивовариха, улица Ленина. У нас загумки, вот наша загумки советская. А, местные названия. Идёшь Чапаева, но она Бараниха. Хитро, как всё. В общем, может я тогда просто тебе сделаю, вот где мы ездили, а ты уже сама будешь знать. А это Краснооктябрьская, конец. Ты поймёшь по видео, какая улица? Конечно, естественно, поедем поймы, какая улица. Как назвать-то, улица Майдана или пробка Майдана? Просто это. Как запишешь. Или село Мажар-Майдан сегодня, или как-то вот так вот, как-нибудь вот так назовите. А музыку какую-нибудь? Или в наше время. Вчера, сегодня, завтра. Да, вчера, сегодня, завтра. А, ну вот как раз эту песню я наложу. Вчера, сегодня, завтра можно. А вот песню наложу. Там, конечно, вот понимаешь, вот можно было, старинные фотографии есть у Галкиной. Ага. Слушай-ка, они у меня, наверное, не снега припадают. Вы сильно торопитесь? Так их по почте прислать можно. По почте. По почте. Да, точно, да. Вот, дверь-то открыт. Можно прислать вот эту. 14, только у меня их 15. Да. Одна ушла? Не знаю. Ну, посмотрю. Ну, посмотрю. Сейчас может о дворе где. Угу. Сейчас посмотрю. Так. Так. Друзья, ну, на сегодня это все. Далее у нас была долгая дорога, длиною более чем в 600 километров. Дорога домой. Ехали мы ночью. И, как вы понимаете, снимать особо нечего. Единственное, естественно, Серега не мог не повоевать с обочечниками, потому что уже не помню, где мы попали в пробку. Это даже привело в итоге к инциденту с аварией небольшой. Вот. Но об этом вы можете более подробно посмотреть на канале Сергея. Канал движения с уважением. Большое спасибо вам, что смотрите. Огромное спасибо тем, кому заходит формат нашего сериала. Неспешное такое повествование житейское. Очень вам рады здесь всегда. И любым комментарием и просмотром, конечно. Все, друзья. Спасибо вам, что вы есть, что вы смотрите. Проявляете интерес к нашему каналу, к нашему сериалу. До новых встреч. В следующую субботу уже будет начинаться пятый сезон. Всем удачи. С вами был Белокопатель. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok